Почему я люблю систему ПРО? Потому что когда-то я была на обучении, это был 2002 год, по-моему, я ничего вообще не поняла. Но года три назад я поехала на ПРО Конгресс в Турцию, выпросила. Просто, ну, у КАМов выпросила путёвку. А видно, свободная была. Ну, ничего случайно не бывает, поэтому я там оказалась. И вы знаете, Кёрк Ректор на английском языке мне объяснил то, что не могли объяснить на русском. Всё вот в этой таблице. Это принципы. Принципы роста лидера в Арифлейн. И вот когда я эту таблицу увидела, у меня пазл сложился, я поняла, что написано вот в этой брошюрке. Потому что я её зачитала до дыр, но я не увидела там этой таблицы. И вот когда я её посмотрела, лидер для себя, лидер для других, лидер для команды, я поняла, что... Я педагог, учитель начальных классов. Я умею мыслить образами, технологиями. Вот женщины здесь сидят, все знают, как сварить борщ. Без чего борщ не будет борщом? У меня свеклы, конечно. Потому что это будет уже другой суп. И даже если вы капусту в борщ не положите, имея свеклу, это тоже будет не борщ. Потому что борщ варится с капустой. У меня как-то сестра недавно сказала. Поэтому вот эта технология помогла мне выстроить систему работы для того, чтобы у меня менеджеры нарастали за 8 недель. Теперь поговорим про навыки. Я учитель начальных классов. Когда вы ведёте детей в начальную школу, какие навыки получают дети в первом классе? Читать, писать, считать и так далее. И вот смотрите, в той лестнице, которую мы видели на предыдущем слайде, заложены навыки, которые мы должны с вами наработать. Первая ступень. Лидер для себя. Навык коммуникации, навык продаж. Поднимите руки, у кого эти навыки уже развиты. Кто легко за один день может сделать 150 баллов. Супер. И дальше следуем. Вторая ступень. Это рекрутирование и спонсирование. Это лидер для других. Вот у кого легко получается рекрутировать? Ну вот легко, вот между делом пришёл, пообщался. Как у меня однажды моя приятельница, одноклассница, мы встречались на вечере выпускников. Я вот всё время этот пример привожу. Она сидит со мной за столом. Я говорю, а, она говорит, Наташа, ты всё ещё в Арифлейме? Я говорю, да, всё ещё в Арифлейме. Она, а нам каталог тоже на работу носят. Я говорю, а ты по какой цене покупаешь? Она говорит, по цене каталога. Я говорю, а можно же дешевле? Она говорит, а это как? Я говорю, ну приходи-то мне завтра в офис, я расскажу. Только паспорт не забудь. Она приходит и приводит подругу со своей работы. Вдвоём пришли. Две регистрации. Я потратила одну минуту. Это очень легко рекрутировать. Это самое лёгкое на второй ступени. Сложнее это спонсирование. Вот на этом все застревают. Почему? Потому что нет навыка сопровождения новичка. Ведь смотрите, маркетинг учится в институтах. Знаете, есть такой, да, предмет? Менеджмент, маркетинг и так далее. Мы, которые сюда пришли, мы учимся сразу на практике. И мы иногда не понимаем, что такое маркетинг. Поэтому спонсирование – это как раз то, на чём мы затыкаемся. И если мы научимся спонсировать, мы стопроцентно вырастим до уровня 12%. Следующий навык, третья ступень – командное образование и делегирование. Вот если на уровне спонсирования ещё можно допрыгнуть до уровня 21%, вернее, используя навык спонсирования, просто лично рекрутируют, рекрутируют. Ну, представляете, ведро, в котором дыры. Вот вы всё время вливаете, а из него всё время выливается, как вот бассейн. Я против массовых регистраций. Когда, знаете, пальчиками регистрируют всё, что движется. Ну, я против. Хотя я сама иногда грешу, грешу и грешила. Так вот, командное образование – это как раз тот навык, который позволяет выйти на уровень 21% и остаться там. Не свалиться обратно на 15%. Вот если вы вышли на 21% и упали на 15%, значит, у вас не разве навык командное образование. Нет команды, которая обработала вместе с вами. А это ключевые партнёры. Команды – это ключевые партнёры. И навык делегирования – это чем я страдала. Я, знаете, я такая звезда. Я всё делала сама. Я сама мероприятие приготовлю на 200 человек и проведу его ещё. Я сама там туда, потому что я звезда. И часто бывает, мы не даём другим людям задания только потому, что мы боимся их напрячь. Мы боимся, что они нам откажут. На самом деле вот этот навык делегирования, он относится к ступени. Мы старший менеджер, но его нужно развивать уже на ступени 12-15%. На ступени менеджера. Что такое навык? Навык – это знание, желание и умение. Если одного компонента не будет, навык не сложится. Он не будет отработан. Уберите знание. Знают все, как делать, да? Иногда нет желания, мозг говорит, зуби, отдыхай, не ходи. А умение – это многократно повторённое действие. Если не оттачивать… Вот представьте, на коньках все учились кататься? Все. Первый раз, кто встал на коньки, первое что случилось? Конечно. Конечно, потому что нету многократно повторяющихся действий, которые формируют умения, которые формируют навык. И вот обязательно, кроме знания, нужно желание и нужно умение, и тогда навык будет сформирован. Продолжение следует...